МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самоважные события, цифры и факты, которые запомнились нам на этой неделе. Истории, которые заставили призадуматься, и люди, которые были в центре внимания. Семь дней Кубани в программе «Постфактум». Я Елена Касабова. Мы начинаем. Здравствуйте. Кубанский метис, как фирменный знак, в Абинске на электрометаллургическом заводе запустили новый цех. Теперь еще и проволоку свою производим. Температура жидкой стали достигает 1600 градусов по Цельсию. И даже зимой в минус 15 на улице в этом цехе плюсовая температура. Наш спецкор расскажет о работе сталеваров, о том, сколько тон продукции каждый день выпускают на заводе и где берут сырье для работы. Чисто не там, где убирают, а там, где мусор сортируют и перерабатывают. В этом году нашей стране предстоит масштабная мусорная реформа. Важно, чтобы стабильности была и раздражения у населения не было от того, что сегодня мусор дорожает, дорожает, а качество в уборке лучше не становится. Как на Кубани обстоят дела с вывозом мусора, переработкой и кто будет следить за тарифами. Готовься они летом, а курорты зимой. Детские лагеря и здравницы на старте сезона. Всего на территории Краснодарского края 152 здравницы, 112 из них частные. Будет ли это число расти и сколько школьников в этом году отдохнут в детских здравницах? Парта, сидеть за которой настоящая честь. Армавир присоединился ко всероссийской акции памяти знаменитых солдат. И сейчас и сын наш, я думаю, что он с нами, он видит, как мы все помним о нем. И столько услышали слов хороших. В память какого героя установили парту в Армавире и почему за ней разрешено пользоваться мобильными телефонами? И о персонах. На этой неделе под прицел наших камер попали жительница Усть-Лабинска Ольга Трифонкина, которая одна из немногих в 44-м выжила в белорусском лагере смерти Азаричи. И вспоминает об этом в честь 75-летия освобождения узников. Заслуженная артистка России Диана Гурцкая, которая организовала проведение международного фестиваля «Белая трость в Краснодаре» и дала эксклюзивное интервью нашей программе. И глава Геленджика Алексей Богодистов, который прокатил нашу съемочную группу по самой длинной набережной в Европе, рассказал о своем военном прошлом и даже о том, как лепят и жарят пирожки. Начну с главного экономического события этой недели. В Абинске на электрометаллургическом заводе открыли новый метизный цех. Благодаря этому предприятие стало первым производителем в ЮФО по проволоке. Завод полностью закроет потребности кубанского рынка в этом виде продукции и даже сможет поделиться с Европой. Новое производство – это серьезный вклад в развитие металлургической отрасли не только Юга России, но и всей страны. Что это за такая вещь? Метизный цех и сколько том проволоки ежедневно будет выпускать в Абинске, знает мой коллега Александр Иванченко. Начальник метизного цеха Андрей Зиновенко с гордостью показывает свои новые владения. Без малого – 12 тысяч квадратных метров. На этом участке установлено самое современное оборудование. Станки позволяют ускоренно выпускать несколько видов проволоки, в том числе одни из самых ходовых – оцинкованную, рифленую и сварочную. Скорость получения проволоки на станах мы достигнем 35 метров в секунду. Это максимальная скорость, которая в принципе есть. Средняя скорость на аналогичных заводах достигает 27-15 метров в секунду. В сутки здесь смогут выпускать 180 тонн продукции. Для сравнения это 9 полностью загруженных фур. Полученную проволоку можно применять практически во всех сферах жизни. От производства тележек для продуктов в супермаркетах до строительной отрасли. Мощности, уверяют Абинские металлурги, хватит, чтобы полностью закрыть потребности кубанского рынка. Еще и останется для поставок на Запад. Для этого специально оборудовали экспортную линию, на которой проволока получается мягче, чем для отечественного рынка. Три, два, один, старт! Событие знаковое не только для региона, но и в целом для страны. В первый камень в основании новой очереди завода заложили всего 2,5 года назад. И уже сегодня здесь готовы к производству. Инвестиции в создание метизного цеха превысили миллиард рублей. В последнее время Краснодарский край динамично развивается. Растет промышленное и сельскохозяйственное производство, денежные доходы населения. Строятся новые производственные и социальные объекты. Уверен, что работа нового цеха, оснащенного современными технологиями, значительно увеличит объем выпуска продукции, повысит его качество. Два года назад на этом месте мы закладывали камень. А сегодня открываем высокотехнологичное производство, равного которому еще нет в России. Главное, что сегодня мы делаем, мы на самом деле продукцией метизного цеха снимем большую часть потребности в проволоке на юге России. Мы вытесним с нашего рынка зарубежные аналоги. Это принципиально важно. Абинский завод по-своему белая ворона черной металлургии. Обычно подобные производства в России находятся на Урале и в Сибири. То, что такое предприятие 9 лет назад заработало на Кубани, многие воспринимали как шутку. Однако за это время завод вышел на третье место в мире по производительности. Уникальность Абинского металлургического завода еще и в том, что в качестве сырья здесь используют не железную руду, как принято, а обычный металлолом, который свозят сюда со всего региона, очищают и пускают в производство. Это в прямом смысле пламенное сердце завода. Здесь привезенный металлолом превращают в специальные заготовки, из которых потом и делают конечный продукт. Температура жидкой стали достигает 1600 градусов по Цельсию. И даже зимой в минус 15 на улице в этом цехе плюсовая температура. Сталеплавильный цех без остановки работает круглые сутки. 140 тысяч тонн стали в месяц и свыше полутора миллионов тонн в год. Это одни из лучших показателей в стране. Собственно, из полученных здесь заготовок и выпускают арматуру, проволоку и другие изделия. Откуда, соответственно, уже получается, наша заготовка выходит в готовом состоянии через 15 метров. То есть, ну, парадокс, скажем, нашей машины, это то, что ков с жидким металлом, а через 15 метров у тебя сформировавшаяся заготовка необходимого размера сечения, который нам нужен. Старший мастер Сергей Половинко не местный, приехал из Украины. На Абинском металлургическом заводе, в принципе, можно изучать географию. Здесь работает больше 3,5 тысяч человек из разных районов, регионов и стран. Кстати, после открытия нового метизного цеха дополнительно появилось 600 рабочих мест. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Постфактум. На Кубани прошел галоконцерт международного фестиваля «Белая трость». Это творческие состязания для детей, у которых есть проблемы со зрением. Фестиваль проводит фонд благотворительной Дианы Гурцкой по зову сердца. Особенности этого фестиваля то, что на сцене ребята выступают с признанными звездами эстрады. Так что у многих кубанских мальчишек и девчонок исполнил заветная мечта спеть вместе со своим кумиром. Во время галоконцерта в столице края выступили представители всех субъектов Южного федерального округа. До этого с детьми пели Марк Тишман, Витас, Руслан Олехнов, Родион Газманов, Дмитрий Харатьян, Наташа Королева, Анято Цой и другие известные исполнители. Ты рук не опускай, надей, стои, мечтай, ведь ангел твой всегда с тобою рядом. У Дианы Гурцкой на Кубани была большая программа. Помимо подготовки и проведения фестиваля, заслуженная артистка России посетила Краснодарскую школу для слабовидящих. Для любимой певицы школьники устроили небольшой концерт и посвятили ей свои стихи. Артистка, в свою очередь, исполнила с детьми несколько песен и своего репертуара. Фестиваль «Белая трость» в этом году стал 10-м юбилейным. В нем приняли участие сотни талантливых мальчишек и девчонок со всего Южного федерального округа. Мероприятие, конечно, значимое. Но чем еще, кроме этого, занимается благотворительный фонд Дианы Гурцкой? Насколько актуальна сегодня в нашем обществе проблема слабовидящих людей? И легко ли они адаптируются в современном мире? Сколько работы нам еще предстоит, чтобы не было разницы между обычными людьми и людьми с особенностями здоровья? Об этом и многом другом мы поговорили с Дианой Гурцкой. Предлагаю посмотреть ее эксклюзивное интервью в нашей программе. Я знаю, что вы давно и много уделяете проблеме слабовидящих и неоднократно привлекали к этой теме и СМИ, и общественности. Вот насколько все-таки эта проблема остро стоит сейчас в нашем обществе? Поскольку я сама человек незрячий, когда я родилась, когда я приехала в Москву, то проблем было больше, времена изменились. И сейчас в нашей стране очень многое делается для людей с инвалидностью. Это и инклюзивное образование, это и доступная среда, о чем мы неоднократно говорим. Мы сами ощущаем эти изменения, которые происходят, и это очень здорово и замечательно. Но ничего, собственно, не поможет, если не будет меняться сознание людей. Здесь, конечно, как раз задача нашего фестиваля «Белая трость» – очень талантливые ребята, юные артисты, я бы так сказала, чтобы они рассказали о себе через свое творчество. Какие они талантливые, какие они замечательные, какие они целеустремленные. И для меня это огромное счастье, когда я чувствую, как они улыбаются, как они радуются, и их жизни, их биография, именно музыкальная, я бы так сказала, начинается с Большого зала филармонии. Диана, скажите, пожалуйста, вот вы как-то следите дальше за судьбой этих детей, которые принимают участие в ваших концертах? Обязательно. Может быть, кто-то добился каких-то высотов? Вот смотрите, я на самом деле с гордостью хочу сказать, что выпускник моего фестиваля Данил Хачтуров, который теперь уже удачно выступает на разных конкурсах и на разных фестивалях, и более того, попал на конкурс «Добрая волна», который делает Игорь Крутой. Данил Хачтуров на сегодняшний день участник проекта «Той супер». То есть это о многом говорит. Также хочу сказать про Патрицу Курганову, которая была выпускницей моего фестиваля, после моего фестиваля был проект «Голос». То есть они настолько целеустремленные и настолько любят музыку, что обязательно они добиваются. И более того, я общаюсь, я дружусь с детьми, я не могу их оставить. То есть все-таки эти концерты, эти фестивали помогают обратить внимание людей, общества на таких детей? Абсолютно, потому что когда они выступают на сцене, никто не думает, что там у этих детей черные очки, потому что у нас потрясающе все. Когда я познакомилась с детьми из школы номер 91, я просто восхитилась, я сказала, что вот они как раз будут открывать вместе со мной этот концерт, этот фестиваль с песней «Мечта». Потому что, ну, они, каждая из них мечтают. И они счастливые сегодня. И я ради этого живу, чтобы дарить им счастье, дарить им добро. Больше 10 лет назад был создан ваш фонд, да, вот по зову сердца. Насколько мне известно, если я не ошибаюсь, фонд оказывает и медицинскую помощь, и поддержку в развитии творческих возможностей таких детей. А чем еще фонд занимает? Ну, это мало. Мы хотим еще больше, чтобы мы могли делать. Но потихонечку, уже шажочками у нас все получится. Конечно, наш фонд, в принципе, в большей степени занимается тем, чтобы вот эти одаренные дети, они могли выступать. Чтобы мы их, скажем так, могли бы видеть. И в данный момент нас поддерживает Министерство образования Российской Федерации. Нас поддерживают многие люди. Огромное им спасибо, потому что, ну, я бы одна не справилась. Потому что есть мечта, но есть люди, которые помогают, чтобы эта мечта осуществилась. Те, ну, в начале с вами, вот в нашей беседе, вы сказали, что общество и государство достаточно много делают в последнее время. Да, да. Чтобы оказывать помощь. А вот как вы считаете, вот что нужно сделать для того, чтобы все-таки такие детки чувствовали себя полноценно и комфортно нашим социумом? Во-первых, как бы я хочу обратиться к родителям, у которых, в общем-то, вот такая жизненная ситуация в семьях. Надо любить своих детей, обязательно верить в них и обязательно понимать то, что у них все получится. Родители должны, конечно, социализировать детей и ни в коем случае не делать, как бы, некую такую, вот создавать вот этот комфортный мир, так называемую резервацию. В плане того, что вот так, конечно, я тоже была маленькая, и моим родителям тоже было трудно отпускать меня в школу в 500 километров от моего дома. Ну, они понимали, что мне надо учиться. И я понимаю теперь родителей, у меня ребенку, ему скоро 12, и когда мне говорят, что вот надо его куда-то отпустить в лагерь и так далее, я с ума схожу. Очень многое зависит и от нас самих, потому что если мы сами тоже не скажем о себе, конечно, государство все делает для того, чтобы в данный момент мы достигали, мы могли идти вперед и так далее. Ну, от нас многое тоже зависит. То, безусловно, когда мы видим вот таких талантливых детей, мы думаем о том, что какие они творческие, какие они замечательные, какие они профессионалы, а не то, чтобы их жалеть. Вот ни в коем случае нельзя жалеть, ни в коем случае, потому что жалость – это плохой помощник. И когда-то мне об этом говорил я, Светович Капсун. Мы себя не жалеем, и нас тоже жалеть не надо. Нам просто нужно, чтобы в нас верили, нужно, чтобы нас видели, как творческих людей. А следующая новость – еще один пример того, что в крае к людям с ограниченными возможностями здоровья особое отношение. В Отрадинском районе открыли крупнейший на Кубани реабилитационный центр для инвалидов «Медуница». На его строительство из краевого бюджета выделили 350 миллионов рублей. Общая площадь нового центра – почти 7 тысяч квадратных метров. Здесь люди будут обучаться передвижению, самообслуживанию, причем с помощью новейшего оборудования. Вот, к примеру, этот тренажер биологически активной связью поможет пациенту, перенесшему инсульт, и заново научиться ходить. Это позволяет больному проецировать свой шаг, благодаря которому появляется больше желания, больше стремления к работе и к своему восстановлению. Для лечения различных заболеваний в центре будут использовать целебную сероводородную воду. Такая, кстати, кроме «Медуницы» есть только в сочинском ацесте. В медицинском блоке оборудованы специальные ванны, душ-шарко и так называемый восходящий тропический душ. Специальный корпус центра рассчитан на 40 мест, и еще 30 гостей могут проходить реабилитацию на так называемом дневном посещении. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены даже условия для сопровождающих лиц. Это еще не все наши новости, и вот что будет во второй части выпуска. Пластик налево, бумага направо. В этом году в нашей стране предстоит масштабная мусорная реформа. Как на Кубани обстоят дела с вывозом мусора, переработкой и кто будет следить за коммунальными тарифами. Увековечили память, и в Армавире появилась парта в честь героя Чеченской войны. Кому выпадает честь сидеть за ней, и почему в этом случае учителя разрешают школьникам пользоваться мобильными телефонами. Детство между жизнью и смертью. Единственная жительница Кубани, выжившая в лагере смерти Азаричи. Расскажем, как это было. Перед еще много интересных тем, сейчас уйдем на рекламу, а вы не переключайтесь. Второй блок нашей программы откроем важной новостью. На Кубани увеличится число лицензированных полигонов твердых бытовых отходов. Об этом стало известно на краевом совещании, который провел глава региона. Напомню, что по поручению президента в стране началось внедрение новой системы утилизации мусора. Сегодня на современную модель пришли 70 субъектов, еще 6 должны включиться в нее в течение этого года. В том числе и Краснодарский край. Как на Кубани обстоят дела с мусоропереработкой и кто будет следить за тарифами, расскажет Артем Васенко. Узнаваемые во всем Краснодаре ярко-оранжевые грузовики на эту свалку начинают тянуться с раннего утра. Первые машины выходят на линию в 5.00 и до позднего вечера везут сюда тонны мусора. Полигон в хуторе Копанском – один из самых крупных в крае. Он начал свою работу в 1991 году. С тех пор и до сегодняшнего дня это единственное место в городе, куда свозятся все промышленные и бытовые отходы. Каждый день к территории мусора прирастает больше тысячи тонн твердых бытовых отходов. Сортировка и переработка – сегодня единственный путь, который поможет решить мусорную проблему и в городе, и в крае, и в стране. Свалки, конечно, не исчезнут, как в сказке, но если мусор сортировать и хотя бы частично пускать в производство, то оставаться на полигоне будет гораздо меньше. Так называемая мусорная реформа в России стартовала 1 января. По новому закону собирать, вывозить и утилизировать ТБО в крае должен региональный оператор. Сейчас решается, будут ли это разные коммерческие компании или отвечать за все, станет одно государственное учреждение, привлекая для работы частные структуры. Пусть бизнес будет, но у бизнеса будет своя ниша, своя ниша. А вот за политику, вот за нее отвечает государственный региональный оператор один, но еще раз подчеркиваю, он государственный. А непосредственно бизнес, компании мусороуборочные, они могут быть чисто коммерческими, но в рамках стратегии, которую вырабатывает один государственный региональный оператор. Цена образования, уже стратегическое дальнейшее совершенствование мусоропереработки, мусоросборки, мусороутилизации, это уже государство не должно выпустить из своих рук. Еще один момент, который должен быть на контроле властей, коммунальные тарифы, глава региона просит министра ТЭК и ЖКХ края внимательно отнестись к их формированию. Рост должен быть обоснованным и только в рамках нормативов, никаких повышений под шумок реформы быть не может. Важно, чтобы стабильности была и раздражения у населения не было от того, что сегодня мусор дорожает, дорожает, а качество в уборке лучше не становится. Вот это сегодня основное, что раздражает жителей. И неважно, города Сочи, города Краснодара, либо другого какого-то муниципального образования края, вот именно это раздражает. Поэтому соразмерно, еще раз подчеркиваю, мы должны сегодня добиться того, чтобы платили, да, и может быть индексировано сегодня соразмерно качество уборки мусора. Люди должны понимать, что лучше становится, что мусор не валяется сплошь и ряд. 80% стоимости тарифа зависит от транспортных затрат. Чтобы их снизить, важно продумать оптимальную логистику перевозки мусора, а также увеличить количество полигонов. Чем их больше на территории, тем меньше до них добираться. Сейчас в крае 14 лицензированных мусорных полигонов. Добавить еще 23 полигона, это те полигоны, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2019 года, но не имеют разрешительной документации. Соответственно, эти полигоны, необходимо будет до 20 года на них получить все те документы, которые требует законодатель. В связи с добавлением 23 еще полигонов, тариф, безусловно, может быть пересмотрен и он будет снижен. Сложно отрицать, что будущее в мусорном вопросе за строительством современных и экологичных перерабатывающих, а также сжигающих заводов. Полигоны с отходами устаревают и часто не отвечают требованиям. Раньше, когда закрывали подобные площадки, их просто бросали. Глава края поручила разработать специальную программу по рекультивации свалок в регионе, ведь даже к мусорной проблеме должен быть культурный подход. Артем Васенко, Александр Иванченко, Постфактум. Еще одна социальная тема, но уже связана с курортами и детьми. Кубанские лагеря готовятся к приему школьника. В этом году на курортах Краснодарского края отдохнут около 800 тысяч детей. Как идет подготовка к приезду первых смен на этой неделе, проверила куратор соцблока Анна Менькова. Вице-губернатор побывала в Анапе и посетила объекты, которые уже в ближайшее время должны открыть двери для школьников. Позже о летнем отдыхе детей говорили уже о расширенном составе на заседании межведомственной комиссии. Участие в ней приняли руководители профильных министерств и ведомств, а также экстренных и правоохранительных служб. На связь вышли все города и районы края. Задача минимум, подчеркнула Анна Менькова, сохранить имеющиеся детские лагеря и здравницы. Задача максимум сделать так, чтобы их стало больше. Мы давно с вами говорим о сохранении детского отдыха на территории Краснодарского края. Было выбрано решение и принято решение, что мы пойдем по трудоемкому пути, но тем не менее гарантирующему для нас, что часть детей из Краснодарского края, особенно детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут гарантированы получать отдых и оздоровление в течение лета. Всего на территории Краснодарского края 152 здравницы, 112 из них частные. Но мы должны обеспечить детский отдых летом на своих территориях, в каждом муниципальном образовании. На встрече также говорили о том, что отдых должен быть безопасным, а значит здравницы должны отвечать противопожарным и санитарным требованиям. А их персонал должен быть подготовленным и квалифицированным. Особое внимание детям из многодетных и из семи, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Только таких ребят в этом году на курортах Кубани отдохнет более 170 тысяч. К курортной теме мы еще вернемся в нашем выпуске, а пока идем дальше. На этой неделе в нашей стране прошли памятные мероприятия, посвященные жертвам фашистского лагеря Азаричин. Ровно 75 лет назад его узники были освобождены советскими войсками. Не все знают про этот лагерь, поэтому коротко расскажу о нем. Он действовал в Белоруссии в марте 1944 года. Просуществовал недолго, но за это время там погибло около 20 тысяч человек. В Азаричах не было газовых камер и крематория, но именно там по некоторым источникам фашисты применили бактериологическое оружие. Чтобы вы понимали весь ужас, расскажу еще пару фактов. Лагерь печально известен тем, что содержали в нем пленных на голой земле под открытым небом. Никаких построек не было, в то время как температура воздуха в это время года колебалась от 0 до минус 15 градусов. Голодные истощенные люди просто замерзали по ночам. За колючей проволокой в мороз на голой земле выжить смогли не многие. Среди них жительница Услабинска Ольга Трифонкина, которая тогда была маленькой девочкой. О детстве между жизнью и смертью на репортаж Анастасии Марковой. Белоснежных насеток Ольга Трифонкина кормит пшеницей, насыпает вдоволь, не жалеет. Сырой вкус этой крупы женщина и сама знает с детства. 75 лет назад спрятанная в кармане матери горстка зерна спасла дочь от голодной смерти в концлагере. За полтора года до этих событий в белорусскую деревню пришли фашисты. Тот день Ольга помнит в деталях, он был такой же солнечный, как и сегодня. Беззаботную жизнь трехлетней девочки оборвал гул моторов-бомбардировщиков. За считанные минуты соседнее село было стерто с лица земли, а в доме родителей Трифонкиной поселились вражеские солдаты. Среди них, конечно, фашисты. Вот тех боялись. И этот немец говорит, матка Германия, Клара, пять тиндер показывает, пятеро детей осталось. Ну я бы так сказала, что им лет сорок, не больше. Вот. Война никс-никс. Он-то и воевать не хотел. Гитлеровцы жили в доме семьи Ольги Трифонкиной недолго. К зиме фашисты покинули деревню. Иногда наведывались связные, отличавшиеся особой жестокостью. За любой проступок могли расстрелять. Но даже они не обижали детей. Удар в спину нанесли те, от кого его совсем не ждали. Наш сельчанин, не то что русский, белорус, сельчанин наш, вот он в деревне был, немцы заступили. И он проявил свою, так сказать, волю. Вот он пошел и стал старостой этим полицаем. Из-за старой обиды мужчина сдал фашистам всю семью Трифонкиной, буквально подписав им смертный приговор. Шел 1944 год. Войска СС начали организовывать концлагеря вблизи поселка Азаричи. В один из них и отправили семью Ольги. Мать, бабушку, сестру и маленького брата. Людей гнали, как скот, вспоминает бывшая узница. Тяжелой дороги мальчик не выдержал и умер. В марте 1944 года за короткое время в Азаричи свезли и согнали до 50 тысяч советских граждан. Мирных жителей близлежащих областей. Лагерь представлял собой огороженное колючей проволокой болото. Бараков и других построек не было. Фашисты запрещали разжигать костры и не кормили. Чтобы напиться, брали воду из болота. В лагере началась эпидемия ТИФа. Были и расстрелы. За неделю там погибло 9 тысяч мирных жителей. Ряд историков полагает, что фашисты специально провоцировали болезни, чтобы создать угрозу для Красной Армии. И им это удалось. После освобождения пленных ТИФ распространился среди солдат. Болезнь унесла жизни сестры и бабушки Ольги Трифонкиной. В госпиталь попала и она, но девочку спасли. После выздоровления начался долгий путь обратно. До родной деревни добрались лишь к лету. И там их ждала еще одна страшная картина. Дом разграбили односельчане. Мама пошла и говорит, Манька, говорят, ты у меня брала. Она смотрит вот так, говорит, явились фашистские недобитки. Ну, вынесла там несколько. Сейчас у нас покрывало, да, одеяло. А тогда были вот эти, рядно. Долгие годы историю своего детства Ольга Трифонкина держала в секрете. О том, что пережила концлагерь, не знали даже ее дети. И лишь когда у женщины уже родились внуки, она набралась смелости, чтобы рассказать о своем существовании между небом и землей. Говорят, сказали, что были немцы, что как-то они жили в хатах, а они жили там в хлеву. Потом все это было тишина. А уже когда в 90-х годах разрешили все это, и мы ездили в Белоруссию, да, тогда сказал, да, бабушка сказала. Якобы бабушка в то время сказала маме, никогда не говори, что мы были в концлагере. В 1959 году вслед за мужем военным Ольга Трифонкина переехала на Кубань. Здесь у нее родились две дочки, а позже внучки и правнучки. Всю жизнь женщина проработала бухгалтером, а теперь выращивает цветы и держит небольшое хозяйство. Но даже спустя 75 лет раны от пережитого в ее сердце кровоточат. Поэтому о лагере старается не вспоминать. Но ежегодно в день освобождения Азарича страшные картинки вновь и вновь всплывают в ее памяти, наполняя слезами не только глаза, но и душу. Анастасия Маркова, Михаил Бойправ, Постфактум. И в продолжении темы войны и патриотизма настоящего в Армавире появилась парта героев. Так город присоединился ко всероссийской акции памяти знаменитых солдат. Она заключается в том, что класса в общеобразовательных школах присваивает имя земляка, который проявил настоящее мужество в военных конфликтах. Парту ученики украшают биографией бойца, причем всю информацию ищут сами в архивах и общаясь с родственниками солдат. В память какого героя установили парту в Армавире и почему за ней разрешено пользоваться мобильными телефонами, расскажет Юлия Кишинева. Честь сидеть за этой партой выпадает только лучшим ученикам класса. У стола теперь есть имя. Он назван в память выпускника 10-й школы Армавира Александра Резника. Наш сегодняшний классный час мы посвящаем ему, герою нашего времени, Саше Резнику, нашему земляку, погибшему более 20 лет назад на Чеченской войне. Парта героя появилась в этой школе в рамках всероссийской акции. По условиям имя выдающегося жителя города может носить один из классов, а ученический стол украшают биографией и фото. Информацию подготовили дети, не без помощи педагогов. На открытии пригласили родителей погибшего солдата. Именно они перерезали красную ленту. Я благодарен организаторам, участникам и присутствующим за память. Она нужна и нам, и ему. Во время всей церемонии открытия мама Александра Резника не могла сдержать слез. Очень тяжело, конечно, что это все организовали, но, с другой стороны, все-таки память, она остается. И сейчас и сын наш, я думаю, что он с нами, он видит, как мы все помним о нем. И столько услышали слов хороших. Танкист Александр Резник погиб в новогоднюю ночь 1995 года. Во время штурма президентского дворца в Грозном. Боевую машину Александра подожгли. Как командир он эвакуировал экипаж и сам последним покинул горящий танк. Но был в упор расстрелян из автомата. Посмертно Александр Резник награжден Орденом Мужества. На самой партии размещена только краткая информация о жизни героя. Это его фотография, фамилия, имя, несколько слов о подвигах. А вот узнать более подробную историю жизни сержанта, награжденного Орденом Мужества, можно с помощью вот специального QR-кода. Это может сделать любой школьник достаточно просто воспользоваться обычным смартфоном. Интерес к партии героя огромный. Все школьники по очереди вооружаются телефонами и переходят по ссылке. На это и рассчитана акция – с помощью современных технологий привлечь детей к изучению истории страны. Это для современной молодежи, чтобы они больше интересовались, ведь нынешняя молодежь, она вся сидит в интернете. И так более удобно им доставлять информацию про наших героев. Во всех школах Армавира есть подобные парты героя, но тех, которые оснащены QR-кодом, всего восемь. Кстати, они могут носить имена участников боевых действий в Чечне, Афганистане, фронтовиков Великой Отечественной войны. Только в этой школе уже открыли две парты героев. Одна в 10-м, а другая в 9-м А-классе. Там выбор пал на дедушку одного из ученика, Ветрова Ивана, участника Великой Отечественной войны, Ветрова Виктора Митрофановича, летчик. 28 лет, ему было присвоено имя Героя Советского Союза. Парты героев сделаны не только для красоты и гордости. В повседневной учебной жизни за ними сидят школьники. Кому именно выпадает честь, решают на классном собрании примерно раз в месяц. Причем это не только отличники. Парта выдающихся выпускников помогают заинтересовать учебой и отстающих. Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, Кубань, 24, Армавир. Сейчас идем на рекламу и вот что будет в третьей части выпуска. Добро пожаловать в «Ленон Инклюзив». Почему черноморские отели с каждым годом все охотнее, переходят на систему «Все включено» и как оценивают уровень сервиса у нас сами отдыхающие. ПДД для дешкалят. В детском саду Ленинградского района необычные уроки безопасности. Кто учит малышей правилам дорожного движения и какими практическими занятиями они закрепляют теорию. Разберет и соберет автомат, пожарит пирожки, сделает селфи и даже заплетет косички. Отец четырех дочек и глава Геленджикан. Сегодня герой рубрики «Свои люди». Алексей Богодистов о работе и о личном. Кроме этого будет дайджест новостей из наших городов и районов. Посмотрим, чем жил край этой недели. Так что не уходите далеко. Спасибо, что остались с нами. Мы продолжаем. Весна окончательно вступила в свои права. А это значит, что курортный сезон не за горами. И россияне уже стали подумывать об отдыхе. Один из ведущих российских сайтов бронирования составил рейтинг самых популярных направлений для весеннего отдыха. Главный критерий – бюджетность. Так вот, пьедестал заняли Кубань, Крым, Ставропольский край. Вот наши города, которые вошли в топ-10 самых недорогих мест для отдыха весной. Анапа, Ейск и Туапсе. Там можно провести каникулы по цене до полутора тысяч рублей в сутки. Чтобы сделать наши курорты еще привлекательнее, в этом году еще больше отелей Кубани перейдут на систему «Все включено». Этот формат у нас начали внедрять в преддверии зимней Олимпиады 2014 года. И с каждым сезоном число мест, куда можно купить путевки инклюзиев, становится больше. Растет спрос, а значит, на рынке появляются новые игроки. Что входит в российский формат «Все включено» и каковы сегодняшние стандарты качества, в главном курортном городе страны выясняла наш СОПКОР Яна Кулешова. Высокий сезон за горами, но прибрежные отели не пустуют. Мария Замолотова приехала с семьей из Волгограда. На лыжах не катается, в море купаться рано. Планирует насладиться отдыхом в отеле. Чтобы ничего не нарушало покой, купила турпакет «Все включено». Сочи, во-первых, красивый город. Сюда хочется приезжать не только летом, но и зимой. Система «Ультра» «Все включено» хороша тем, что ты заплатил деньги и уже не переживаешь за то, что твои деточки будут сыты, счастливы, довольны. И взрослые, естественно, тоже. Сытый отдых на Черноморском побережье, согласно статистике, предпочитает треть путешественников. Спрос заметно превышает предложения. В Сочи всего 11 отелей работают по системе all-inclusive. Однако новые игроки регулярно пополняют туристический рынок. В 2017 году мы приобрели отель в Сочи, который идеально подходит под наш формат вообще, потому что мы ориентируемся на семейный отдых с детьми. Здесь есть и обширная территория, и все условия для того, чтобы развивать инфраструктуру. Кроме того, наш анализ показал, что в Сочи недостаточно предложений по «Все включено». Стандарты для отелей на российском курорте те же, что и за рубежом. Основной акцент на питании – завтрак, обед, ужин и многочисленные перекусы. Все это включено в турпакет. Постояльцам предоставлен богатый рацион, чтобы было из чего выбрать. Черноморская камбала, кубанская свинина – меню, блюда и напитки исключительно из местных продуктов. Сочинские отели all-inclusive предпочитают работать с производителями именно Краснодарского края. Так и каждая калория на своем месте, и баланс, цена, качество соблюден. Общий питов на территории отеля, как правило, несколько еще больше баров. Для детей отдельное меню и зоны отдыха. Там с малышами поиграют, научат чему-нибудь полезному. Мы подбираем не только профессиональных ательеров или специалистов гостиничного хозяйства, службы департаментов питания. Это должны в штате быть приняты и профессиональные аниматоры, педагоги, спортивные инструкторы. В стоимость путевки входит развлечение для взрослых, аниматоры на страже настроения гостей. Флешмоб в лобби-баре перед завтраком – обычное явление. Люди приезжают в Сочи и, безусловно, им очень важно все то, что происходит в Сочи. Но, тем не менее, в перерыве между экскурсиями многие гости хотят просто отдыхать. А если это межсезонний, за окном льет дождь, без развлечений на территории отеля точно не обойтись. Некоторые менеджеры пошли еще дальше в стремлении организовать досуг своих гостей. Это обеспечивает хорошую загрузку и в низкий сезон. Зимой в прибрежном кластере она составляет в среднем 50%. Конкурировать сложно, но мы нашли выход. Мы в нашу программу «Улан Клюзева» добавили, помимо питания и напитков, еще у нас включены обзорные экскурсии. Включены прокат велосипедов, бесплатный саббордов. То есть мы стараемся, чтобы отдых наших гостей был не только сытным, но еще и интересным. Отели предлагают новые услуги, но не отказываются от старых форматов. В американской низменности одна из гостиниц предлагает отдых как по системе «Олл Инклюзев», так и проживание без дополнительных услуг. Но многие отельеры склоняются к переходу на излюбленную россиянами систему. Они на нее переходят не самостоятельно, а у нас разработаны Министерством по курортам, туризму, олимпийскому наследию Краснодарского края методические рекомендации. Основной критерий, конечно, это питание круглосуточное. Второй критерий – это детская анимация. Если говорить про город Сочи, это, конечно же, возможность пользоваться нашим морем. Стандарты качества профильное министерство разработало в прошлом году. Благодаря этому количество отелей «Олл Инклюзев» увеличилось на 40%. Помимо Сочи, в таком формате работают гостиницы в Анапе, Геленджике и Туапсе. Яна Кулешова, Сергей Щербин, Постфактум. Встречать туристов готово и в Геленджике, только на мартовские праздники. Здесь забронировали почти 80% отелей. Их подготовку к новому курортному сезону глава города контролирует лично. А еще он успевает встречаться со школьниками, которых, кстати, как бывший военный, учит собирать и разбирать автомат. И воспитывать четырех дочерей. Я сейчас говорю об Алексее Богодистове. Знакомьтесь, родился в 1981 году. Образование получил в Таганрогском радиотехническом университете и в Кубанском аграрном университете. С 2008 года Алексей Богодистов занялся бизнесом, возглавлял собственную ресторанную сеть. С 2013 года опытный управленец перешел на госслужбу. Занял пост депутата. А в сентябре прошлого года возглавил муниципалитет. О том, чему глава учит своих дочерей, что публикует в социальных сетях и нужна ли городу перезагрузка. Об этом и не только Алексей Богодистов рассказал моему коллеге Андрею Кныпе. Один день с главой Геленджика. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Приятно с вами познакомиться. Здорово. Мыс, бывшая территория пансионата Тонкий мыс, также дополнительно. Поэтому и уходится верить, что наша набережная в скором времени будет намного, не намного, но может быть на полтора километра все-таки увеличится. У нас как раз вот есть электрокар. Мы сейчас с вами, продолжаю вас присесть и поехать, посмотреть. То есть, как говорится, лучше один раз увидеть. И увидеть непросто прекрасный вид на море дополняет Алексей Богодистов. Набережная – это гордость курорта. Она должна быть красивой, удобной, комфортной, а еще технологичной по современным меркам, считает глава. Мы рассматриваем варианты также установки скамеек, скамеек, которые будут иметь и подрядку для сотовых телефонов. И в зимний период времени они могут автоматически включаться, когда на них присаживается житель или гость и имеют систему подогрева. Заменены обычные лампы на диодные лампы, которые помогают экономить нам в затратах до 30%. Очень важно, в силу того, что у нас солнечный город, курортный город, использовать не просто диодные лампы, а использовать солнечные батареи. Извлекать максимум из своего географического положения Алексей Богодистов считает главным в стратегии развития города. Как коренной житель Геленджика он знает все сильные и слабые стороны курорта, на них и делает акцент. В своих действиях и решениях мэр опирается на свой жизненный опыт. Я родился в Геленджике. Я понимаю детей сирот, потому что я сам был сиротой. Я понимаю тот бизнес, который начинает с самого низа и нуждается в поддержке. Потому что я сам начинал с самого низа на рынке, сам своими руками, с своей сестрой. Мы поставили тонар, такой прицеп, где мы организовали производство банально пирожков. Могу слепить и пожарить. А прибегаете к навыку часто? Дома готовите? Когда готовить, времени нет. И действительно, замечать проблемы и отдавать поручения глава успевает даже во время нашего интервью. Где-то плитка просела на набережной, где-то мусора не убрали. А вообще, Алексей Богодистов старается совершать такие променады регулярно. Геленджик – круглогодичный курорт, отмечает глава. Поэтому к приезду туристов надо быть готовыми всегда, а не только в курортный сезон. Это вот у вас сцена, да, новая? Сцена, да, мы ее трансформировали на старое, сделали на вес. Здесь сейчас мы организовываем круглогодичное событие. У нас уже есть и спланирован субъективный календарь на 2019 год. Вот, кстати, наша афиша, можно подойти, ради интереса посмотреть. Какие у нас сейчас мероприятия на март месяц. Сезон еще не начался. Отдыхающие уже проверяют местные отели на качество комфорт. Только на мартовские праздники гостиницы были заполнены на 80%. Как главу города Алексея Богодистова это не может не радовать. Конкуренция-то среди курортных городов высокая, поэтому нужно держать марку, отмечает глава. Ежегодно количество отдыхающих растет. Только в прошлом году Геленджик для отдыха выбрали около 4 миллионов туристов. Это чуть меньше, чем в 2017 году. Но все равно, как бы, довольно большое количество гостей. Ну, знаете, вот тут надо гнаться не за количеством, мы гонимся за количеством. Нужно говорить и о качестве. Недавно, да, в крае закон был принят губернатором о застройке прибрежных территорий. Это, конечно, очень большой результат. 300-метровая зона от береговой линии. Мы не имеем права наш город превратить в промышленный город. Превратить, убить его как курорт. Не так, что мы идем где-то по набережной или по прилегающей где-то улице и не видим ни моря, ни гор, ничего. Сами местный житель летом отдыхаете здесь, вот на Геленджикских пляжах. Отдыхаете, это громко сказано. Мостовом Укладе отдыхал. Город у нас очень красив с разных сторон. Это, в первую очередь, наш город. Я находил для себя отдых именно в таком уединении с природой. Сегодня же со своими проблемами и вопросами местные жители обращаются к главе не только при личной встрече, но и в социальных сетях. Как молодой руководитель Алексей Богодистов, активный интернет-пользователь. О своей жизни, увлечениях, деятельности подписчикам рассказывает сам. Впрочем, большая часть послов, конечно, о работе. Приезжая домой поздней ночью, я достаю телефон и читаю каждый комментарий. Каждое сообщение, что они пишут в личку. Каждое. Нашу встречу осветите в социальных сетях? Уже осветили. Мы на опережение работаем. Ну, если не против, может быть, сделаем селфи совместное для социальных сетей? Давайте. С удовольствием. Сделать селфи с главой удалось и учащимся 6-й школы Геленджика. Алексей Богодистов здесь частый гость, но вот в роли учителя ОБЖ оказался впервые. Крышка ствольной коробки, да, возвратная пружина. Да. Да. Как это называется? Как называется? Газовая трубка. Газовая трубка, да? Интересно же, да, вот и разборка, и конкуренция, кто быстрее. Конечно же, очень должна быть интересна и именно практика, стрельба. О своем военном прошлом Алексей Богодистов рассказывает редко. Не любит. Он воевал в Чечне. За отвагу и личное мужество был награжден медалью Суворова. Любить и уважать родину учит и своих детей. Скажите, ну вот вы человек такой вот военной закалки, с дочками строгий? С дочками быть не получится. Там сразу ты в улыбке расстаешь. Только один взгляд и вся строгость уходит. Мне, хотел сказать, везет в этом плане, потому что я считаю, что счастливый отец, имея четверых дочерей. Алексей Богодистов сегодня не просто глава. В первую очередь он родитель двух школьниц. Поэтому социальные вопросы держит на особом контроле. Уже в этом году для мальчишек и девчонок Геленджика заработает ТИР. А еще бесплатные секции для детей, которые хотят научиться играть в гольф. Последний проект реализуется совместно с питерскими инвесторами. Элитный вид спорта будет доступен всем без исключения. Это, в принципе, не единственный инвестпроект, который развивается вот в этом районе. Здесь вот буквально в двух шагах аэропорт. Вот недавно соглашение тоже подписали о строительстве аэровокзального комплекса. Стоимость проекта 3,5 миллиарда рублей. Это увеличит пропускную способность. Ну и, конечно же, о чем мы мечтаем, это статус аэровокзального комплекса все-таки международный. Если он появится, это будет очень большой-большой рывок в развитии нашего муниципалитета. А вот о чем глава никогда не мечтал и не мечтает – об отъезде из родного города. Он убежден, где родился, там и пригодился. Смогли бы, да, уехать отсюда? Какой шикарный город. Особенно с этой точки. Да, какая бухта, какие красивые горы. Здесь живут замечательные люди. Понимаете? И я люблю свой город. Я вообще даже в глубине души никогда не рассматривал даже самовозможность переезда с этого города в какой-то другой город. Из Геленджика мы отправляемся в путешествие по краю. Неделя была богата на новости. Что еще интересного произошло в других городах и районах за три минуты – обзор главных краевых событий. Поехали. В Ленинградском районе в детском саду начались необычные уроки безопасности. Правилом дорожного движения малышей учит их сверстник – шестилетний Назар Василенко. Маленький преподаватель, прежде чем выходить с лекциями к детям, сам с головой окунулся в предмет. Вместе с мамой он отправился в автошколу. Изучив все знаки и многообразие дорожной разметки, Назар решил разработать собственный курс ПДД. Юный инспектор рассказал, когда были приняты единые правила, как важно носить световозвращающие элементы, для закрепления полученных знаний дети инсценировали реальное дорожное движение с машинами и пешеходами. Регулировал потоки юный инспектор Назар. В Туапсинском районе пострадавшим во время наводнения вручили сертификаты на новое жилье. Документы получили больше 20 семей, чьи дома осенью были разрушены стихией. Теперь подтопленцам предстоят приятные хлопоты найти подходящую квартиру или дом в Туапсинском, Абширонском районах или Сочи. С оформлением документов бесплатно помогут юристы. Всего такие сертификаты уже получили 75 кубанских семей. Документы на выдачу готовы еще для 12. Всего же заявления на выплаты подали почти 300 пострадавших от подтопления. Их дома признаны аварийными и восстановлению не подлежат. В Станице Полтавской после капитального ремонта открылось здание начальных классов школы номер 4. Еще совсем недавно этот корпус школы был закрыт. Почти 10 лет помещение простаивало из-за аварийного состояния. Больше года потребовалось, чтобы полностью реконструировать корпус. Теперь во всех классах новая современная мебель, удобные парты, которые можно настроить под рост школьника, интерактивные доски. На реконструкцию потратили почти 20 миллионов рублей. В обновленный корпус переехали 5 классов. Это больше 100 детей. И благодаря капитальному ремонту теперь все ученики учатся в одну смену. В Сочи открылось уникальное гео-ателье. В парке науки и искусств образовательного центра «Сириус» установили программно-аппаратный комплекс, который позволит изучать Землю из космоса. Дистанционным зондированием планеты уже занимаются воспитанники центра. Сообщения из космоса школьники получают через антенну, которая находится на крыше главного медиа-центра. В изображении сигнал преобразуется в серверный. «Сириус» — первая в России организация, где установлен такой программно-аппаратный комплекс в разработке «Геопортал», на котором черпать полезную информацию смогут не только воспитанники образовательного центра, но и школьники со всей России. Лучшие бойцы кубанского войска сразились за кубки и медали в станице Выселки. Там прошло краевое первенство по армейскому рукопашному бою среди казачьих отделов. За победу боролись 8 команд. Увидеть финальные бои приехал атаман кубанского войска. По словам Николая Далуды, армейским рукопашным боем с каждым годом занимается все больше казаков. Это боевое искусство помогает не только поддерживать хорошую физическую форму, но и нести службу. Больше всего наград собрал Екатеринодарский отдел кубанского казачьего войска. Победители получили кубки, грамоты и памятные призы. Вот такое мы увидели эту неделю. Она, кстати, оказалась урожайной на юбилейной даты. 130 лет исполнился дня рождения Александра Вертинского, русского эстрадного артиста, певца, поэта и композитора. 180 лет назад родился Модест Мусоргский, а 175 лет назад еще один знаменитый композитор Николай Римский-Корсаков. Один у поляши шмеля и сказки о царе Салтане чего только стоит. И еще два юбиляра. Борис Грачевский и Валерий Леонтьев. Обоим по 70 лет. Вериться в это с трудом, потому что первые ассоциируются со смехом, юмором, мальчишками и девчонками, а также их родителями. А второй – это вечный двигатель на сцене. Это настоящий прорыв и вызов в зажатом условностями в советском обществе. Песни Леонтьева я, наверное, помню еще с детства. Поет их сегодня вся страна, а его выступление – это всегда настоящее шоу. Давайте учиться у Валерия Яковлевича позитиву и бодрости. И все равно 70 лет мне укладывается в голове. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующую субботу. Я одинокий, бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный зловей сердцеед. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь, бродяга, а ты Казанова. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...